Как исполнять заповедь послушания родителям, если Совет не согласуется с мнением Церкви? Это вопрос сложный, и многие очень верующие люди с ним сталкиваются, и надо сказать, что, конечно, первое наше послушание и главное – Господу. Мы слушаемся Его Слово, Священного Писания и Слово Церкви, но при этом никто не снимает с нас обязанность выполнять пятую заповедь – «Чти Отца твою, Матерь твою». И мудрость человека, и смирение человека, и его, может быть, очень сложный внутренний молитвенный труд в том, чтобы не отталкивая, не огорчая своих родителей поступать правильно. Это бывает очень сложно, потому что родители, даже когда мы выросли, чаще всего воспринимают всё равно нас как несмышлённых детей. И у них остаётся такой навык нам просто указывать, как правильно и как неправильно. Они должны научиться уважать нас отдельного, решающего всё самостоятельно человека, но мы не можем добиваться этого какими-то жестокими или резкими методами. Конечно, если родители, допустим, уже ставшие бабушками и дедушками, склоняют ваших детей к греху. Например, учат их безбожию, какой-то гадости, настраивают их против мамы или папы. Если, допустим, они родители жены в браке, то они настраивают против отца. Или учат пить спиртные напитки. Или что-то ещё такое делают. Тогда, конечно, надо об этом сказать, что вот, Марья Ивановна, вы знаете, вот если вы будете дальше продолжать учить нашего с вашей дочкой ребёнка, что я самый плохой отец на свете, для того, чтобы ребёнок не вырос просто больным и уязвленным сердцем, я вынужден буду препятствовать вашему общению. Я сам со своей стороны обещаю вам, что никогда ничего плохого про вас не расскажу. И нужно всё-таки искать пути к миру. И надо сказать, что если христианин просто отрезает эту ситуацию и как бы прогоняет этих людей из круга общения своих детей или своей семьи, такое решение возможно, но в этом решении нет труда и подвига, в этом решении нет свершения. Наверное, Господь хочет, чтобы все заповеди были его выполнены. И чтобы старшее поколение наших родственников, тоже придя добровольно к смирению, увидев и смирение, и радость, и свет исполнения заповедей Божьих в своём подрастающем поколении или своих молодых, чтобы они тоже смирились и все были в любви. Это, конечно, бывает очень тяжело, потому что обычно человек женится на девушке, потому что её полюбил. А у неё вдруг оказывается очень много родственников, которые хотят продолжать общаться с ней в том же режиме и также её управлять, как это было до. А так уже невозможно, потому что она теперь сначала жена своему мужу, а потом дочь своим родителям. И даже настоящие добрые христиане, которые впервые попадают в такую ситуацию, я имею в виду родителей, они не готовы сразу это понять, отойти в сторону и принять вот эту цельность молодой семьи как самое главное. И могут давать какие-то неправильные советы, и какие-то даже вредные, даже какие-то греховные. И вот если эти советы или, может быть, поведение убивают малую церковь, тогда надо ограничивать общение. Но делать это без раздражения, без гнева, без оскорбления, и усилить за них молитву. Потому что только молящийся человек может привести всех вокруг себя к миру. Это очень сложная задача, иногда на нее надо 15-20 лет. Но воспринять это как задачу от Господа – полюбить. Не просто построить хорошие отношения, а полюбить всех родственников. Своей жены, своего мужа. Так что вместе с ними иметь возможность быть в Царстве Небесном. Это, наверное, и есть то, чего Господь от нас хочет, когда дает нам сложных родственников. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok